Командная строка является одним из вариантов интерфейса пользователя, то бишь средством сообщить системе, в частности, чаще всего это здесь операционная система, чего пользователь от нее хочет добиться. По большей части вы, наверное, знакомы с интерфейсом прямого манипулирования, рабочего стола, называется он там по-разному. Когда можно мышкой кликнуть на объекты, там что-то происходит и так далее. По факту это аналог, это точно такой же интерфейс доступа к операционной системе, как и командная строка. В чем разница? Ну тут все черное страшное, непонятное. Хотя можно даже раскрасить, видите, цветами. Там все вроде понятней и удобней. На самом деле они просто разные по своей сути и предназначены для разных целей, для разных даже целевых аудиторий, для разных людей. По большому-то счету интерфейс прямого манипулирования, он больше подходит новичкам. Почему так? Мы перед собой видим полностью рабочий стол, мы видим объекты, мы можем с ними что-то делать. То есть у нас есть объекты, с которыми можно работать. То есть мы взяли там файлик, притащили в корзину, он удалился, правильно? Плюс у нас там какой-то еще прошлый опыт, там работы с физическими объектами включается. Поэтому порох вхождения вот в такой интерфейс очень низкий. Практически любой может брать и начинать с ними пользоваться. Почуть-чуть разбираться, там правая кнопка нажимать, а что происходит и так далее. Командной строкой он же с Align, клип, может отвечать, это вот тоже com-online-интерфейс. Чуть сложнее, потому как у нас ничего перед глазами нет, и мы не можем начать там разбираться. Нам надо сначала знать, что вводить, и потом нам будет понятно, чего можно получить. То есть там мы видим объект и с ним что-то сделаем. Здесь мы задаем сначала, что сделать, а потом с чем сделать. Ну тот же пример у нас ls, root можно было сделать, правильно? То есть мы говорили, что сделать ls, list, а потом с каким объектом. С директорией slash root. То есть тут получается наоборот. И вот при переходе с простого интерфейса на этот, когда полностью все меняется, тяжело. То есть да, вам будет тяжело начинать работать с консолью, но это так и должно быть. Опять-таки это даже другой подход, у которых надо знать сначала много, для того, чтобы начать пользоваться. Это касательно недостатка командного интерфейса. Но есть и преимущества. Преимущество – это скорость получения результата, скажем так. Ну вот, допустим, пример. А если вам нужно узнать IP-адрес? Вот сейчас вы там сидите в кубунте. Давайте, кто впервые узнает IP-адрес? Я вам даже фору даю прямо сейчас. Давайте мышкой начинаете кликать, где-то там подключение, наводить что-то и так далее. А я, кстати, уже. Более того, я даже узнал IP-адрес всех интерфейсов. Да, но мне надо знать команду. Мне надо знать, что IPA, вот эти вот три буквы, выведут мне, нужны мне результаты. Вам же проще. Вы могли бы обсмотреть, да, увидеть там подключение, подвести мышку, нажать свойства, где-то там IP-4 и так далее. Мы как-то считали, что на Windows для этого надо сделать минимум 7 кликов. В зависимости, там, от версий. Ну, а банально это задачка узнать IP-адрес. Тебе звонят по телефону, спрашивают, какой у тебя там IP-шни, мы тебе там что-то разрешим интернет в два раза больше. Ты будешь, ну, плит, плит, туда-сюда, пока все это нажимать, а все, поздно, ты опоздал. Поэтому скорость командной строки выше. Следующий вопрос. Автоматизация. Ну, допустим, я могу запустить две команды одновременно, три команды. Могу запустить, чтобы одна команда передала данные другой команды. Вот, допустим, тот же IP-а. Игреб очень полезная команда. Она позволяет за вас, это ваши глаза админов консоли. Чтобы не глазками искать, допустим, если здесь слово up. Вот я смотрю на этот вывод, и мне надо знать, есть ли тут две буквы up. Либо я буду глазами смотреть каждую строчку, либо я сделаю игреб. Игреб мне покажет строки, в которых есть это слово, слово up подсвечено. Как такую автоматизацию сделать в рабочем столе, я лично не знаю. Есть у нас гуру рабочего стола, там, повелители мышки. Расскажите мне, как такое сделать. Могут, потому что так слабо не получится, правильно? Более того, я могу вот эти всем нужные мне команды положить в отдельный файл. Этот файл будет, как называться, кто помнит? Ну, в прошлый раз разбирали. Скрипт. Скрипт. Мы же договорились, что когда у нас идет семинар, вот обсуждение, то вы размьючены, не замьючены. А что все замьютились? Скрипт. Скрипт – это возможность автоматизации действий. Как сделать автоматизацию на рабочем столе? А вот и никак. Поэтому говорить, что, допустим, графический интерфейс круто, удобно и просто, а командный интерфейс, что попало, ну, я бы не стал. Если чуть-чуть в нем разобраться, посмотреть, какие возможности он открывает. Пытания есть? Может, кто-то вам скажет, что нет, все не так. Может, я что-то пропускаю. Может, уже там у нас рабочий стол эволюционировал, можно макросы сделать. Можно макросы делать? Как будто в Word какой-нибудь, в Excel. Запись действий, которые можно потом повторить. Нет? Нету, но будем ждать, может, разродятся когда-нибудь производители интерфейса. Это мак обычно, впереди планеты Псей. Если у них пока нет, значит, еще ни у кого нет. Окей. Мотивация изучать консоль появилась? Чего сидите и улыбайтесь? Преимущество понятно? Давайте разбираться теперь, как я это стихать. Из чего состоит командная строка. У нас есть приглашение, называется prompt. Какое слово можете встретить. Это вот, собственно, какой вид у нас будет вот эта штука. В самом простом способе, в виде это будет доллар и решетка. Что означает доллар, напомните мне? Это юзер обычный. Это обычный юзер. Решетка. Рут. Рут. Отлично. Ну, просто так же, что оно неинтересно. Сейчас бы тоже какие-то плюшечек. Качество плюшечек для админов полезно видеть, под каким пользователем он залогинен. И на каком сервере. Потому что админ обычно себя там на разных серверах. Им надо понимать, что они сейчас команду будут запускать всегда. На ноутбуке, на удаленном сервере А, на удаленном сервере Б и так далее. Поэтому чаще всего здесь в консольке можно увидеть вот такую вот штуки. Сейчас, может, где-нибудь... А у меня все подваливалось. Да? Ну ладно. Консольки, консольки нет. А, ладно. Все консольки подваливались мои. Что-то интернет случался, что-то. На других серверах. Ладно. И вот через двоеточие указан путь, где я нахожусь. Вот если я сейчас перейду куда-нибудь в корень, у меня будет вот такой вот. Тильда, куда я перейду? Домашний потолок. Домашний потолок. Ну, кстати, живут Тильда. А как посмотреть путь? ПВД. ПВД, отлично. Супер. Вот этот промтик может меняться. Это относится к оболочке. Настройки. В данном случае башка может настраивать этот промт через переменное окружение. У нее есть переменная. 1. Вот это вот. Чтобы вот такое было красиво, надо вот такую страшную штуку написать. Ну, из простого, что могу сказать. Цвет включается. Вот это вот слэш ю, это юзер, собака, слэш хост. То есть, если я, допустим, я возьму и поменяю вот в этой страшной, в страшных настройках вот здесь вот это вот ухо на, допустим, тире, то у меня здесь будет альф-ворк. Можно сделать стрелочку. То есть это все кастомизируется. Вот всегда можно настроить. Хотя обычно в последнее время никто это особо не делает. Хотя у нас есть любители, вот Олег уже хочет ZSSH себе поставить. Да ладно. Нет, занимайся же, занимайся. Да. Теперь еще пару слов о том терминал и оболочка. Кто-нибудь разницу знает? Но в этом никто не разбирался? Что есть терминал, что есть оболочка? Ну, оболочка это то, что обрабатывает наша команда терминала, это интерфейс? Ну, по интерфейсу. А что ты под интерфейсом подразумеваешь? Ну, вот это, что нам выводит и куда мы вводим. Ну, в принципе, ты правильно мыслишь. То есть у нас вот весь командный интерфейс, он разделен, по сути, вот можно сказать, на две части. Есть такая фронтальная часть, а по сути она же и называется консоль, по большому-то счету. То есть консоль и баш это чуть-чуть разные штуки, если так вот технически подойти к этому. Хотя, так же самое, как все говорят, что какая у тебя стоит войска Linux, хотя ты же понимаешь, что Linux это ядро, правильно? Так и здесь. Вот ты типа работаешь в консольке, да, да, но консоль и ком-отлайн интерфейс, это чуть-чуть разные вещи. В чем смысл? Смотрите, у нас здесь получается две сущности. Одна сущность баш, которая непосредственно является оболочкой, да, интерпретатором команды. То есть он у нас эти команды, то, что я ввожу, он их обрабатывает, он там вводит результаты и так далее. Но получает он эти команды от меня и выдает мне результаты этих команд, используя консоль. Консоль – это вот то средство, которое представляется операционной системой, в данном случае у нас с Linux, которое связывается с клавиатурой, получает команды с клавиатуры и выводит, ну, текст, скажем так, не команды. Вот если быть точным, то консоль получает просто буквы. То есть задача консоли – получить с клавиатуры буквы, допустим, LAS, на дефолт вывести их обратно через эхо, чтобы ты видел, что ты вводишь. Когда я нажимаю Enter, эти буквы попадают к башу. Баш выполняет эту команду, мы чуть-чуть дальше рассмотрим, как. И отдают вывод консоли обратно, и консолька выдает мне на экран. То есть задача консоль – просто получать буковки с клавиатуры и отдавать башу, связанную с ней, связанный баш с этой консолькой. И обратно. Выдавать просто текст, который был получен в результате работы команды, выдавать на экран. Если я нажму команду В, можно посмотреть, вот у меня запущена куча башек, на какой консольке он запущен. Вот это вот TTI, Teletype, собственно говоря, и указывает, где у нас находится. Ну, Teletype – это такая вот, если вы там историю смотрели, да, то раньше реально был mainframe, это такой вот большой компьютер, можно сказать, суперкомпьютер, да, и были консоли. Так вот, консоль, реальная консоль, то, с чего это пошло, вот этот вот Teletype, представлял собой отдельную клавиатуру и отдельный монитор. Вот это вот была консоль. То есть у каждого была своя консоль, это не значит, что вот у тебя вот здесь было, знаешь, как у нас вот сейчас внизу переключалки, да, и разные консоли, а это реально был девайс, который состоит из монитора и клавиатуры. И вот у тебя три человека сядут за консолями, у них было три клавиатуры, три монитора. Вот это вот была консоль. И каждая вот эта консоль была соединена там с конкретной, ну, тогда же баша еще не было, там была своя вот эта вот оболочка. Сейчас же понятно, что ты не будешь с собой подмышкой таскать там клавиатуру и монитор отдельный для консольки, это как-то глупо. Сейчас она в основном программная. Единственная разница между них, вы видите, есть TTI и есть PTS. TTI консольки – это те, которые непосредственно создаются… Ну, по сути, это вот сейчас аналог физических консолей. Вы их можете вот у себя в Ubuntu увидеть, если нажмете Ctrl-Alt, там F1, F2, F3, F4, у них там запускается шесть штучек. Либо когда вот второй пример, когда мы запускаем VirtualBox, так, мы запустили, и нам, когда он запустился, пишется логин. Логично? Цель у нас. Ну, когда мы запустили в виртуальную машину, у нас спустилось, на черном экране пишется логин. И вот там вы можете тоже Alt-F1, Alt-F2, Alt-F3 и так до шести увидеть шесть вот этих вот TTI. Вот если пользователь залогинился на TTI, это значит, что он ввел логин-пароль непосредственно на сервере, то есть он находится на нем физически. То есть он видит монитор, который подключен прямо физически к этому компьютеру. Если же пользователь залогинил на PTS, это значит, что он зашел через удаленный доступ, через SSH. Вот вы когда сейчас запишите себе для того, чтобы закрепить вот эти знания, зайти под пользователем через вот этот вот логин и зайти через SSH. И вы увидите, что у вас будет в одном случае будет TTI, в другом будет PTS. Вот это вот, собственно, консолька, которая связана с вашим экраном, клавиатурой, каким-то образом. То есть если посмотреть схему, да, то у вас будет... Сейчас надо, наверное, нарисовать, чтобы у вас оно закрепилось, потому что это важно. Я на этом буду потом делать акценты, чтобы не было недопонимания. Так. Есть у вас там вот компьютер, да, компьютерная система. ОС. Вы хотите к ней достучаться. Ладно, хорошо, надо сюда добавить. Как некрасиво, не нравится. Есть у нас где-то компьютер красивый, где-то надо взять. Вот, здесь кто. И вот вы на вот этом вот экранчике, вы увидите вот то, что Олег писал, команда логин. То есть вот это вот то, что вам спрашивают, логин двоеточие, да? Так вот, в этот вот текст выводится при помощи команды логин. Вот, кстати, можете в консольке написать логин, он вас спросит логин. Что логично, правда? Вот у нас, by default, вот эта вот штучка выводит текст логин. Вот, собственно говоря, вот за вот этим вот логином вот здесь спрятан TTI-1. Он позволяет с клавиатуры принять текст, либо выдать обратно. И вот, когда вы запустили компьютер, то у вас таких логинов, если вы сейчас попереключаетесь, вы там сверху увидите... А запущена, кстати, виртуалка? Да. Чтобы я предметно говорил. Вот, посмотрите, у вас там есть логин, и сверху есть надпись, по-моему, TTI, там и должна быть надпись. Если вы будете Alt-F1 и Alt-F2 переключать, то у вас TTI будет меняться. Есть такое? Бачите, что нет? Ну, да. Все побачивают? Где эти буковки меняются? Там где-то в левом верхнем углу экрана. Вроде. По памяти. Даша? Звука нет опять? О, есть звук. Странно. Ты ли громче говори? Может, я микрофон не слышал? Подожди, не пойму, типа, где оно меняется. Давай, Рашар, свой экран. Окей, что делать? Сейчас, подожди. Сейчас разрешу, давай. Окей, что делать, чтобы показалось? Виртуалбокс. Ну, вообще, вот. Зашел я. Нет, ты уже зашел. Видишь, он TTI 1, видишь, написано TTI 1 по центру экрана. Ну, да, я бачу. Вот. Нажми Alt-F2. Ах ты, блин, а что-то не пишется. Alt-F3. Напиши тут 2 циферку. Теперь Alt-F3 нажми. Нет, не надо ничего написать. Я его просто цифру. Теперь Alt-F3 нажми. Тут 3 напиши. Теперь нажми Alt-F4. А теперь Alt-F2. А. То есть, видишь, у тебя сейчас запущены здесь 6 TTI. Угу. Понял. Вот, зайди на 3 теперь TTI. Alt-F3 нажми. Напиши теперь своего юзера. Вместо троечки пиши юзерку, пароль. Мы не будем посмотреть, не держать. Там даже если не пишется, можно W ввести и там покажется. Ну, да, я что-то и хочу. Нет, нет, так вот тут просто имя юзера пишешь. В чем же разница, да. Теперь W напиши, как Даша говорит. Просто без слэша. Худ, все слэши просто. Вот у тебя root зашел на TTI 1, видишь? А Вова на TTI 3. Кстати, Вова есть на PTS slash 0. From gateway. Это значит, что ты со своего ноутбука зашел уже через SSH. Видишь? Палится. Палено. Так вот, там ты зашел на первый, TTI 1. Тут на третий, TTI 3. Для того, чтобы для удаленного подключения у тебя создалось PTS 0 соединения. Понятно, о чем я говорил? Да, да, да. Тогда возвращаемся на мой экран. Вот у вас такие TTI, и здесь по умолчанию связана команда логин. Выводите вот как в голову логин-пароль. Эти данные передаются через TTI вот просто в виде символов. Передались у нас команде логин. Команда логин умеет, ну как бы, обращается к системе для того, чтобы проверить логин-пароль. Задача примитивная. Проверить логин-пароль правильный, а если правильный, впустить в систему. Если неправильный, послать нафиг, сказать логин из incorrect, что там она пишет обычно. Разные системы пишут по-разному. И вот получается, Вова у нас ввел логин рута. Логин проверил, чтобы был правильный пароль. После этого у нас запускается команда баш. Почему запустился именно баш? Кто знает? Потому что в переменах она стоит. Догадка хорошая, но нет. Будем когда пользователей учить, посмотрим. Потому что в passvd у этого пользователя прописано, что у него shell bash. Если будет другой, запустится другой. Теперь вместо логина, с вот этой штукенцией будет связан bash. И bash уже будет принимать. А логин у нас уже отработал. Теперь bash будет принимать запросы. Ну, по сути, что такое запрос? В данном случае это просто буковки, которые вы вводите. Эти буковки раньше передавались в программе логин. Теперь они будут передаваться в программе bash. Вот здесь вы увидите там альф, ворк. И у вас будет мигать курсорчик. То, что вы ввели, попали в башу. Что там баш будет уже делать? На самом деле, телетайпу все равно. Задача телетайпа взять буковки, отдать. Оттуда от баша взять буковки и вывести вам на экран. Причем, что там у вас за экраны, ну все равно. Если вы хотите зайти удаленно, вот как там, да, то у вас здесь ждет другая программка. SSH D. И вы с другого компьютера там. Вы вводите команду какую? А? Чтобы подключиться. SSH. Альф? Там какой-то ворк куда-то, да? Какой-то пароль, если у нас не стандартный порт. Не пароль, а порт. Вам, допустим, нужно вводить порт сюда. Раз, два, три, четыре, пять. Ну так настроено. Там проброс порта. Чтобы вы не мучились, там айпичники не подбирали. Вот тут у нас будет. Тоже должен быть телетайп, потому что работает по одному тому же принципу, чтобы не переписывать. ПТС ноль. Она уже дает SSH D. Эти данные. Ну, потому как у нас здесь локально все, здесь через сеть. Точнее, что я не там рисовал. Вот так. То есть у нас SSH клиент умеет подключаться к SSH серверу через сеть, там вот эта вся магия. Дальше запускается ПТС. Тот же ноль, если SSH D проверил, что ваш пароль правильный. То есть SSH D здесь выполняет функцию логина. SSH D проверяет, верили ли вы правильный логин пароль или нет. Пускать вас вообще или нет. Вот. И если все окей, то SSH D запустит баш. И точно так же потом то, что вы вот сюда в консольку введете, у вас же такая же штучка потом, SSH, он же выведет вам то же самое. То есть задача SSH на самом деле такая же задача, как у титяйки. Взять буковки, которые вы тут ввели, передать SSH серверу, SSH сервер через соответствующий ПТС отдаст башу. Баш сделает какую-то магию с этим ЛСом, пока мы еще не знаем какую, да? Получит результат символы. С точки зрения баша это содержимое директория. С точки зрения ПТС это набор символов, он по барабану. Баш ему эти символы отдал, ПТС отдал SSH D, SSH D передал SSH, он вам вывалил на экран. Все. Зачем вам это нужно было? Вот этим всем программам по барабану. Совершенно. Это ваша проблема, вы же зачем-то ЛС писали. Задача взять символы от вас, вам какие-то символы вернуть. Сложная задача? Чи фигня по факту? Что там взять символы передать? Раньше голубей для этого использовали и все, не справлялись. Хотя голуби же не умная птица, правильно? Единственная сложность понимать, когда вы запускаете, допустим, Alph Local Host, да, и баш запущен, вот этот баш, который вот на ноутбуке, и баш, который вот здесь. То есть вот здесь будет же, ну грубо говоря, ЛС там все равно, какую директору выводить, да, а если у нас будет команда какая-нибудь работа? Так вот, если вы введете вот тут, то перезагрузится вот этот компьютер, да? А если вы введете в SSH, ой, это что ж такое? Если вы введете вот тут, то какой у вас компьютер перезагрузится? Этот или этот? Верхний, наверное. Верхний, потому что буковки R, E, B, O, O, T перейдут вот сюда, да? Попадутся баш, и вот этот баш, который запущен в рамках этой системы, попросит эту операционку, говорит, спортивный сказал, отбутяйся. Операционка точно отбутяйся? Точно стопудов, я говорю, и выключится. Ну, ребуд, не так страшно, в принципе, через какое-то время запустится, если там нормально были настройки, там IP-шники не налетуют и так далее. А вот, ну, очень классная есть такая командачка, шотдаун, да, которая выключает компьютер. Вот те, кто работает через SSH, ее очень боятся. Знаете почему? Потому что потом нужно физически включить компьютер. Да, а если вот между этим компьютером и вот этим примерно там 3-4 тысячи километров, то это сложно. Поэтому у нас даже есть на серверах, ну, сервера клиента удаленная, у нас там есть, как это называется, у нас команда шотдаун, вместо нее скрипт, который спрашивает, ты точно уверен, что ты хочешь делать шотдаун? Ты подумал, это же удаленный сервер. Просто этот текст выводит, вместо того, чтобы реально делать шотдаун. Потому что шотдаун на удаленном сервере – это ай-я-я. Вот тут понятно? Про вот эти вот проблемы возникают. Что типа, где же будут выполняться эти команды? Да, сори, кто там то есть хотел сказать? ПТС и ТТВ – это тоже программы? Не совсем. Это некие объекты, которые позволяют выполнять вот эти вот данные. Как я же вам тайну не расскажу, мы же сегодня будем разбираться. По факту это файлы. На самом деле в Линуксе очень много чего реализовано через стандартный универсальный интерфейс, интерфейс, только не же, а и файл. Очень много чего в Линуксе является файлом. Программа – файл. Процесс тоже представляется в виде там директории файлов. Директория даже файл, по факту. В данном случае ТТА и ПТС – это специальные файлы, файлы типа девайсов. Они находятся в каталоге DEV. Вы же файловую систему смотрели? Каталог DEV, знаете такой? Там лежат специальные файлы, которые являются файлами устройств. Вот, допустим, даже у нас жесткие диски есть, там будет DEV.SDA файл. То есть жесткий диск представлен тоже в виде файлов. В Линуксе почти все файлы. В данном случае это тоже файлы. Но понятно, что сами файлы не могут же как бы передавать циферки, там, буковки отдавать и так далее. То есть всю логику работы этих файлов выполняет специальная программа. То есть тут правильно будем понять, что должна быть же программа. Но она не называется не TTI, а как? Программа, которая скрывается за этими файлами и делает то, что они должны делать. Как вы думаете, какая это программа? Ядро? Нет. Именно так. Почти вся вот эта магия, которая непонятна, кто же это делает? Скорее всего, это делает ядро с вероятностью, ну, процентов 90. То есть да, за вот этими файликами специальными скрывается ядро. То есть его задача отдать, передать, передать. То есть с точки зрения вот этой и вот этой команды это файл. Ну, чтобы не быть, так сказать, голословными, я вам могу эти файлы показать. Видите, у нас TTI и PTS. Ой, стоп, а вы же ничего не видите. Вы, говорю, останавливайте меня, а то я уже там в конце начал фигачить что-то. LS, DEV, TTI, 1. Ты-ды. LS, DEV, PTS, PTS, 0, да? LS минус 0, вот. Смотрите, файл. C это charactor device, значит. Так, какой еще фокус можно сделать? Давайте вот такой фокус сделаем. Раз, если это файл, правильно, то в него можно писать, из него читать. Эхо. DEV, PTS, 0. Так, неинтересно. Давайте PTS какой там у меня есть, один. Так вы просто выводите. Да, да, а что надо сделать? Нужно... Трелочку. Трелочку вправо, да. Сегодня будем разбираться, что это за странные штуки. Хоп, все, видишь? Где мне найти результат этой команды? Ну, открыть вот этот PTS 0, я думаю, будет так. Вот, видите, буковки A. То есть я вроде как пишу на этой консоли, да? А выводится в эту. Потому что я просто записал файл PTS 0. А этот файл PTS 0 связан с вот этим конкретным башем. Вот, если вот по списку посмотреть. С этим башем. Ну, в данном случае он у меня открыт вот здесь. То есть я фактически записал цепь буковки A, 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 да? В ту консоль, которая связана туда, которая выводит вот в это место. И вот оно туда выбило. То есть так, как будто тот баш выбил. То есть обычно в PTS 0 пишет не вот этот баш, который на четвертом или на каком она запущен. И на пятнадцатом. Да, скорее всего на пятнадцатом, потому что вот давно ее запустил. То есть вот этот вот связан с PTS 15. То есть вот это мы сейчас увидим, вот черный этот экран, это PTS 15. Все, что выводится в PTS 15, выводится на экран. Ну, давайте проверим, вдруг я вру. А, нет, среди, не вру. ПТС 15 написано, но тут. Вот тот баш, он связан с PTS 0. Все, что вывел баш, который работает вот здесь, выводится вот в это вот PTS 0. Но я могу обдурить и его принудительно в этот файл записать. И он автоматически появляется на экране. То есть ядро его туда выведет. Все, что попало в файл DMPTS 0, выводится конкретно на вот этот экран. Каким образом, от вот этого баши, либо от какого-то другого, не суть. Если эти буковки попали в этот файл, они по-любому выведутся на экран. Ну, это задача ядра. Пытания. То есть эта схема более-менее понятна. Я чисто пока про доставку буковок. Как буковки от нас с клавиатуры попадают в баш, в оболочку. То есть вот это все вместе, вот это вот по сути и есть кли. То есть вот это вот, ну, точнее, это ладно. Вот это вот у нас будет, вот это у нас будет CLI. Для того, чтобы реализовать, нам нужна оболочка, которая будет обработать команды. Нам нужно средство доставки этих команд. То есть вот это все вместе работает, чтобы нам получить вот эту банальную черную строку. Если мы находимся локально, то там проще чуть-чуть, да, вот у нас вот это вот. У нас уже есть CLI. Давайте лишнее пока уберем. Когда у нас есть TTI, есть башек, то мы тоже имеем Command Line интерфейс. Здесь средство доставки телетайп, который непосредственно подключен к клавиатуре и монитору, либо через SSH. Понятно, что в 95% случаев работает вот эта связка. Ну, только если уже совсем капец, ты пришел физически к серверу, можешь зайти к нему на TTI, тогда окей. Пытание E. Чтобы у вас сюда было понятно, где выполняются команды. То есть вы вводите их на ноутбуке, а выполняются они на сервере. Как эта магия происходит? Нет никакой магии. И есть какие-то программы, которые доставят эти данные туда. Ну, и в данном случае они просто будут, эхо, вывод, а здесь же будет еще шифрование, засажив, шифруют, правильно? То есть вот здесь даже эти данные мы потом, когда сети будем изучать, попытаемся перехватить вот эти данные, а мы не сможем увидеть их. Там все шифруется. Пока ок, перерывчик надо. Ну, уже час двадцать сидим. Ну, тут же вопрос не в этом самом, а в том, чтобы эффективнее зашло. Потому что мы будем говорить дальше. Дальше мы будем говорить про алгоритм работы Баша, что там есть команда, что там есть аргументы и так далее. Поэтому не стесняемся. Надо пять-десять минут три рыва? Да, давайте мы пять-десять минут. Покушать надо. Покушать надо. Тут еще не завтракал. Давайте тогда в десять-тридцать собираемся, окей? Да. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Продолжение следует...